За койленой, за койленой, за койленой За койленой Чего вы поддержали спецоперацию личного? Да потому что Ну это такой странный вопрос Странно? Что странно? Ну вся моя сущность, в общем-то, наверное, говорит о том, что моя позиция может быть только такой-никакой в принципе Наш принцип выжил сам, выживет другого Я даже, честно говоря, обескуражена услышать его. От вас такой вопрос. Откуда ты взяла эту хрень? Мы с вами в разных информационных бункерах существуем. А в чем разница? В моей-то среде я абсолютно имею имидж того человека, о котором нельзя задуматься. Дело не в имидже. Тебе смешно? Есть на самом деле целый ряд направлений, от элементарных причин, о которых я уже сказала. Это вопрос нашего существования. Как ты думаешь, жизнь отдельного существа изначально имеет какой-то вектор развития? Или его формируют обстоятельства? Это экзистенциальная угроза, потому что мы же не с Украины воюем сейчас. А с кем? Мы воюем с НАТО. Блин. Я так и знал. Это очередной конфликт. Наш с объединенной Европой, с коллективным Западом. Звитки вбисованы, берут тю маячню. Александр Невский, ну, де-факто с НАТО воевал. Почему-то я не удивлен. Мы воевали, опять-таки, во время Второй мировой войны с Гитлером воюя, с объединенной Европой. И мы сейчас вновь воюем с объединенной Европой. Господи, ну, де вас таких берут? Все, НАТО выступит против России. Мы ей покажем. Что вы нам покажете? Заботы окутаем. Мало не покажется. Да мы всегда с вами всю дорогу воевали, и ни разу вы нас не победили. Вам нужен еще один урок? Окей, хорошо. Смотрите, урок не впрок. Ну, ничего, закрепим. Мы-то тоже на самом деле сейчас становится, понятно, нуждались в этой ситуации. Понятно. Иждивенка, аферистка, тунеядка. Вообще, в принципе, такое постулирование экономической пользы, да, во главе угла, оно противоречит в корне архетипам русского сознания. Ой, не судите о книге по обложке. Как вы видите решение украинского кризиса? Тут говорится, как карта лежит. Государство-террорист не может существовать. Боже, они уже так задолбали. Это, конечно же, полное переучреждение той страны, которая находится на этой территории сейчас. Сейчас я буду матюкаться. С***. На самом деле там и Украины уже нет. Это правильнее, наверное, назвать БОССР. Ну, в финале всего этого конфликта уже будет другое государство с другими границами и с другим руководством. То надо понимать, почему, в принципе, спецоперация была начата. Потому что перешли те самые пресловутые красные черты наши оппоненты. Это прямая угроза существованию российской государственности. Не пари чушь. И наша прямая обязанность как страны, как государство, себя защитить, предотвратив такого рода возможности. Это у вас так бывает! Это у вас все время все так бывает! Поэтому в стране все через жопу! Им нужно, чтобы нас не было. А мы, конечно же, продолжим существовать, потому что мы являемся фундаментом и оплотом. Ни много, ни мало это не пафосно звучит. Это просто, по сути так, человеческой цивилизации. Из классики что-нибудь скажи. Денег нет, а выдержите. Сегодня сейчас Россия, как государство, провозгласившее себя, в общем-то, лидером. Почему? По отстаиванию традиционных ценностей несет с собой эту большую великую миссию. Ну, жопой-то можно и поменьше вилять. Занесет! Все в наших руках. Об этом давайте помните. Давно пора бы вам всем уже на Марс.